Доброе утро, уважаемые коллеги! Доброе утро, белгородцы! Мы начинаем вот этот цикл лекций. Сегодня у нас будет первая лекция по истории основным этапам развития интервенционной медицины. Я знаю, что среди вас большая часть хирургов, и тем не менее, я думаю, вам будет интересно прослушать лекцию на тему рентгеноваскулярной медицины, рентгеноваскулярной хирургии. Я вам должен сказать, что это направление в 21 веке, конечно, будет лидирующим в ассортименте врачей для при лечении многих-многих заболеваний. Я думаю, что ни одна нозология, ни одно заболевание в ближайшее время не будет обходиться, не сможет, вернее, даже обходиться от рентгеноваскулярных методов лечения. Они называются по-разному. Мы называем интервенционные хирургии, некоторые называют рентгеноваскулярные. Но вы знаете, что есть официальное название, официальная номенклатура, которая называется так – рентгеноваскулярная диагностика и лечение. Поэтому мы, наверное, в дальнейшем так и будем называть. И я больше, чем уверен, что 21 век будет, конечно, именно таким торжеством этого направления в медицине. И вы уже, наверное, потихонечку убеждаетесь в этом. И важнейшие и сложнейшие заболевания сердечно-сосудистой системы, других органов сегодня не обходятся без этих методов лечения и диагностики. Прежде чем мы начнем говорить о частных вопросах, конечно, надо знать и ознакомиться с историей рентгеноваскулярной медицины или интервенционной медицины. Она довольно… История, может быть, не очень имеет… Вот в этом виде, как сегодня она у нас, эндоваскулярная медицина, не имеет очень уж длительной истории. Но вообще, начиналась она довольно давно, и об этом мы будем как раз говорить. Ну, я думаю, что вы, наверное, мы так уже знакомы, но я вам еще раз представлюсь. Я заведующий кафедрой интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета и почетный директор Центра интервенционной кардиоангиологии, который я и основал в 1994 году. В настоящее время директором является профессор Семитко, я являюсь почетным директором. Вот это коротко, что я могу сказать о себе и о нас. Сейчас перейдем уже к сути вопроса. Ну, вы знаете… Сейчас, минуточку, только я вот… Боря, ты… Да, ну, я думаю, что… Может быть, это просто чтобы… Я думаю, что коротко я введу вас… Ну, вы и так без меня прекрасно знаете статистику по сердечно-сосудистым заболеваниям. Например, в Соединенных Штатах Америки на 100 тысяч населения приходится примерно 220 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждые 40 секунд умирает человек от сердечно-сосудистых заболеваний, и каждый день умирает примерно 2200 человек. Это очень грустная статистика, которая, к сожалению, пока существенно не улучшается, хотя Соединенные Штаты – это одна из тех немногих стран, где, где все-таки наметился довольно хороший положительный прогресс и положительная ситуация в лечении этих заболеваний. Ну, вот еще некоторые демографические данные населения Соединенных Штатов. Почему мы по Соединенным Штатам говорим? Потому что, к сожалению, у нас в стране все-таки статистика поставлена не так хорошо. Много неточностей, много еще следует изучить. Поэтому мы берем модель Соединенных Штатов. Во-первых, она достаточно индустриально развитая страна и похожа на Россию. И, во-вторых, там достаточно неплохо налажена статистика и все, что касается статистических методов исследования населения, заболеваемости и так далее. Итак, 85,7 миллионов человек в США, что соответствует 3-4% всего населения страны, имеют артериальную гипертонию. Вы представляете, что это такое? Это почти больше трети населения имеют артериальную гипертонию, с которой надо, безусловно, бороться, потому что вы знаете, что артериальная гипертония является причиной многих тяжелых осложнений и смертей населения. 28,5 миллионов человек в США, что соответствует 11% всего населения страны, имеют уровень холестерина в сыворотке крови более 240 миллилитров. Так, это тоже довольно такой грустный показатель, и хотя там очень большая работа проводится в этом направлении, все-таки американцы переедают, и вы часто, наверное, видите, вот показывают и по телевизору, и в фильмах можете видеть, очень толстых американцев, которые… И вот это такая обратная сторона того, что называется «хорошая жизнь», ну, «хорошая жизнь» в кавычках, потому что переедание – это не является хорошей жизнью. Помимо этого, 23,4 миллиона человек Соединенных Штатов, что соответствует 9,1% всего населения страны, имеют сахарный диабет. Это довольно высокий показатель, и я думаю, что у нас в стране ситуация не лучше, а может быть даже и хуже. И один из шести взрослых американцев, это касается как мужчин, так и женщин, являются курильщиками. И вот в этом мы тоже, конечно, не отстаем от американцев, а может быть даже и опережаем их. А вот сейчас, уже переходя больше к самой нашей, вот о чем мы сегодня будем говорить, о рентгеноскулярной хирургии, надо сказать, что количество диагностических и лечебных катетализационных процедур с каждым годом беспрецедентно растет, и это будет продолжаться в связи с тем, что сердечно-сосудистые заболевания все чаще появляются у лиц молодого возраста, а с другой стороны увеличивается средняя продолжительность жизни и увеличивается число пожилых и старых людей, которые подвержены вышеназванным заболеваниям. Примерно 250 тысяч россиян ежегодно переносят острый инфаркт миокарда, из них примерно 20% погибают в течение первого года заболевания. Но это вы должны знать, что 20% это не госпитальная летальность, потому что, слава богу, по госпитальной летальности в большинстве регионов нашей страны удалось снизить летальность от острого инфаркта миокарда. Например, вот я должен сказать с гордостью, что у нас в центре, когда мы активно занимались этим, сейчас мы немножко отошли от этого, но когда мы принимали огромное количество больных с острым инфарктом миокарда, примерно летальность была у нас госпитальная 3-5%. И я думаю, что так должно быть во всех ведущих, не ведущих, а вообще вот в борьбе с инфарктом, вот эти показатели должны быть сегодня стандартом. Примерно 800 тысяч наших соотечественников ежегодно имеют те или иные формы обострения и следовательных заболеваний, и примерно 34% из них погибают. К этому еще надо добавить, что ежегодно рождается примерно 8 на 1000 детей с врожденными пороками сердца. Еще около 700 тысяч жителей страны страдают ревматическими пороками сердца, и еще примерно 10 тысяч россиян переносит ежегодно эндокардит. Не надо спрашиваться о счетовый тот факт, что многие пациенты приходят на повторные эндоваскулярные лечебные процедуры по поводу рестеноза сосудов после ранее проведенных вмешательств, так же, как и после хирургических вмешательств для коррекции вознесших после операции осложнений. Почему я эту статистику вам даю и привожу? Потому что вы видите, какой огромный объем исследований, лечебных диагностических исследований мы должны ежегодно проводиться и проводим. Правда, я должен сказать, что, конечно, у нас существует задолженность. Задолженность, я вам должен сказать, что существует вообще во всем мире по рентгеноваскулярным диагностическим и лечебным процедурам. И вы знаете, что в большинстве европейских стран, да и в Соединенных Штатах тоже существует огромная очередь. Очередь на то, чтобы попасть в больницу для рентгеноваскулярной диагностики и лечения тех или иных заболеваний, как в среде сосудистых, так и других. Несмотря на то, что показатели осложнения летальности от рентгеноваскулярных и диагностических лечебных процедур с каждым годом снижаются, определенный риск остается. Но надо различать степень тяжести этих осложений. Есть осложнения, которые наблюдаются несколько чаще, но не представляют особой опасности для жизни. К примеру, это гематомы в месте пункции или забрюшины, не требующие гемотрансфузии, кратковременные транзиторные мозговые нарушения, связанные с воздействием контрастного вещества, фибрилляции желудочков, чаще ввиду заклинивания устья коронарной артерии, диагностическим или проводниковым катетерам и так далее. Однако частота этих осложений не должна превышать 1%, а летальность должна быть не выше 1-1,5% на 1000 процедур. Следует отметить, что летальность при лечебных процедурах не должна достоверно превышать аналогичные при диагностических исследованиях. Следует помнить, что окклюзирующие поражения и перфорации коронарной артерии остаются наиболее характерными и часто встречающимися осложнениями при них. В этих случаях достаточно часто требуется хирургическое вмешательство. И вот если говорить о том, кто были родоначальники интервенционной кардиологии, конечно, не в том виде, какой сейчас у нас существует рентгеноскулярная хирургия, но все равно первые попытки довольно робкие, но все-таки это были уже, можно считать это началом инвазивной медицины, уходят далекое прошлое. И я думаю, что все-таки основоположником и пионером в этом деле надо считать Клода Бернара. И она начинается, вот это наша интервенционная, как я уже сказал, с Клода Бернара, который использовал периферические сосуды для доступа к сердцу. Тогда, в 18 веке, это было революционное, конечно, действие. Первая его успешная попытка проникновения в сердце у животных датировалась в 1844 году, когда он ввел ртутный термометр в сонную артерию лошади. Извините, в 19 веке я сказал, в 18 век. Значит, он ввел ртутный термометр в сонную артерию лошади и провел его, минуя артальный клапан в левый желудочек. То есть, это была абсолютно инвазивная процедура, когда он, начиная с периферической артерии, вошел в сердце, в левый желудочек. Он же ввел ртутный термометр через еремную вену в правый желудочек. Задача всех этих процедур была проста. Определить разницу температуры крови, поступающей в сердце из легких, и крови, поступающей в сердце со всего организма, за исключением легких. Исследованием в области катетеризации сердца он посвятил около 40 лет, изучая давление в полостях сердца у разных животных, достигая сердца через артериальный клапан. Со временем он совершенствовал эту технику, использовал ее для получения данных и обработки ее в научных целях. Начиная с этого времени, катетер стал общепринятым стандартом для физиологов целью изучения сердечно-сосудистой гемодинамики. Но здесь можно добавить, что катетер сейчас стал не только для физиологов, но и для клиницистов основным орудием при рентгенодоскулярных методах диагностики и лечения. Важным событием можно считать очень лаконичную, изложенную на одной странице, но крайне значимую работу Адольфа Фика. Наверное, эта фамилия вам известна. И вот в 1870 году он посредством измерения внутрисердечного давления и кровотока дал детальную характеристику функции сердца и кровообращения у животных, то, что мы сегодня называем гемодинамикой, внутрисердечной гемодинамикой сердца. Итак, вот мы сейчас переходим уже к разработке техники катетеризации у людей. Точно назвать дату имени исследователя, первым выполненшим катетеризацию человека, несколько затруднительно. Еще за несколько лет до работ Клода Бернара Тиффенбах в 1832 году опубликовал результаты своих исследований по получению образцов крови из магистральных сосудов посредством эластического катетера у умершего от холеры больного. По его описанию, он водил катетер через плечевую артерию до области сердца и получал образцы крови. Однако никаких доказательств нет, достигал ли он действительно камер сердца. Тогда еще не было ни флюорографии, ни эскопии, поэтому было трудно это все контролировать. И тем не менее, тем не менее, вот такие работы они проводили. При Фритц, Плейхрёдер, Унгер и Лёек в 1912 году первыми катетеризировали сосуды человека без рентгенологического контроля. Это тоже было без рентгенологического, без скопии. Целью этого исследования была доказать возможность проведения катетера через сосуды верхней конечности, верхнюю полую вену. Интерес к их исследованию усиливался тем, что они выполнили эту манипуляцию у одного из своих коллег, а именно у Блейхрёдера, который в процессе процедуры ощущал боль в области сердца, что могло служить косвенным подтверждением нахождения катетера по месту назначения, хотя это можно поставить под сомнение, мне кажется, потому что это стало рутиной сегодня катетеризация сердца, желудочков и полостей сердца, и мы, и больные при этом не ощущают никаких болезненных ощущений, конечно, если все проводится очень корректно. Но, тем не менее, вот такие доказательства были, и они это использовали как свидетельство того, что катетер находится в желудочке. Эти же исследователи первыми использовали катетерный путь для введения лекарственных средств в сосудистое русло. Это уже, конечно, считается, можно сказать, революционным этапом, когда уже начиналось лечение посредством введения в сосудистое русло катетеров и других приспособлений. Бляй Хрёдер и его коллеги первым этапом исследования устанавливали катетер бедренной артерии и оставляли его там в течение четырех часов, не наблюдая при этом образования тромба в этом катетере и других каких-либо осложнений. Уже вторым этапом они через этот катетер водили четверым больным сепсисом колоргол. Колоргол – это средство, которое сегодня только историческое значение имеет. Он уже давно не используется, но и от моей юности, молодости, когда я только начинал заниматься, интересоваться, можно сказать, медициной, колоргол еще использовался у нас в лечении. Первое сообщение по контрастной ангиоскопии принадлежат Сикарде Фористье в 1923 году. Они вводили 4 мл липиодола в вену предплечья человека и под контролем рентгена прослеживали прохождение контрастного вещества в систему легочного кровообращения. Вот это уже можно сказать, что это было визуальное изучение сосудистого русла и сосудистого кровотока. А вот первая ангиография у человека была выполнена Бербих и Хирс в 1923 году. Они брали для этого стронция бромид, контрастируя вену и артерию плеча. Сейчас это может показаться кому-то смешным, а тогда это были революционные и очень, можно сказать, даже дерзкие исследования. Первая документированная работа по катетеризации сердца принадлежат Вернеру Форсману, который в 1929 году после серии исследований на трупах провел у себя самого венесекцию предплечья и ввел урологический катетер. И, пользуясь флюороскопическим контролем зеркалом, достиг правого предсердия. Вот здесь уже был контроль и уже можно было говорить, где находится катетер. После этого он пешком дошел до рентгенологического отделения для выполнения рентгенографии грудной клетки. За весь этот период у Форсмана не возникло какого-либо дискомфорта или других неприятных ощущений. Таким образом, Вернер Форсман был первым, который документировал катетеризацию сердца путем рентгенографии у людей. Это вошло в историю, и вот, наверное, все-таки надо считать, что Форсман был первым, который полноценно исследовал сердце, документированно. Заслуги Форсмана в этом направлении крайне высоки, так как ему принадлежат также первые контрастные исследования правого предсердия путем введения вещества через катетер. Он же вводил посредством катетера в правые отделы своего сердца 40% уроселектан. С 1940 года Андрей Курнан, Хильмерт Рейндж и Диккинсон Ричардс приступили к регулярному изучению функций сердца у здоровых и больных людей путем катетеризации правого желудочка. Они же сделали многое в отношении усовершенствования конструкции дизайна катетеров и заложили основы для создания современных катетеров. Им также принадлежит авторство создания специальной каньюли с иглой, при помощи которой можно было функционально достигать бедренной или плечевой артерии, оставляя эту каньюлю на длительный срок. Им же принадлежит авторство параллельного с ЭКГ мониторирования давления посредством наполненного жидкостью манометра, и это используется практически до сегодняшнего дня в нашей клинической практике. И вот я должен сказать, что за совокупность работ в области сердца Андрей Курнан, Диккинсон Ричардс и Уернер Форсман, о котором мы уже говорили с вами, были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 1956 году, и это, конечно, было огромное событие для всех медиков нашего мира. Необходимо также отметить Циммермана, который завершил разработку техники через сосудистые катетеризации левого сердца у людей. Эта процедура подразумевала ретроградный доступ через плечевую артерию к левому желудочку у пациента с тяжелой артальной недостаточностью. Циммерман с коллегами также разработал и первым выполнил одновременную катетеризацию правого и левого желудочка. Это уже, конечно, значительно более сложная была процедура, но вы увидите, что это тоже довольно успешно была осуществлена уже давно. В 1953 году Селдингер предложил чрезкожный доступ для катетеризации как правого, так и левого желудочка. Используя эту технику, независимо друг от друга, Джон Рос и Константин Коуп в 1959 году разработали трансцептальный доступ к левому сердцу, а позднее Брокентру и Браунвальд бонтифицировали устройство для трансцептальной функции, сделав иглу на конце катетера более узкой. Сейчас мы уже переходим к одному из важнейших диагностических методов современной кардиологии. Это разработки, внедрение в клиническую практику коронарографии именно у людей. И поиски очень долго шли адекватных методов изучения коронарных артерий. С конца 1940 года и до начала 1950 года шли интенсивные поиски неселективной визуализации коронарных артерий. Тогда еще никому даже в голову не приходило, что можно селективно обследовать те или иные коронарные артерии. В большинстве случаев это были попытки введения большого количества контрастного вещества в корень аорты, которое в диастолу попадало в коронарные артерии, то есть выполнялась обычная аортография. И то, что во время аортографии мы видим и коронарные артерии, вот это и называлось тогда визуализацией коронарных артерий. Однако в таких случаях происходила визуализация только проксимальных отделов коронарных артерий. Вы в этом тоже, наверное, убеждаетесь, те, кто занимается этим делом. Тогда как средние дистальные части не были видны. В дальнейшем старались улучшить визуализацию коронарных сосудов за счет синхронизации введения контрастного вещества в аорту в момент диастолы. Но это, безусловно, улучшило качество изображения. Тем не менее, визуализация средних и диастальных сегментов коронарной артерии все равно оставалась крайне неудовлетворительной. И не было достаточно, чтобы четко говорить о тех или иных изменениях коронарных артерий, особенно в их диастальных и средних отделах. Арнуф и Чакурнак в 1958 году предложили вводить контрастное вещество в коронарную артерию во время остановки сердца, которую они вызывали у собак путем введения ацетилхолина. Это позволяло хорошо визуализировать систему левой коронарной артерии. Но вы сами представляете, какова была самотяжесть процедуры, когда приходилось остановку вызывать сердце, даже у собак хотя бы. Берема и Бичман в 1955 году предложили еще один вариант неселективного контрастирования коронарной артерии. Они вызывали тампонаду верхней полой вены для уменьшения притока крови к правому сердцу. Тем самым уменьшался сердечный выброс и коронарный кровоток, и улучшалось контрастирование коронарной артерии. Эта методика была стандартизирована Норстромом и использована в клинике в 60-е годы, в 20-е столетие. Но я вам должен сказать, что это тоже было и качественно не очень хорошее исследование, и, конечно, тоже достаточно травматичное. Доттер и Фриш в 1958 году пошли дальше и сконструировали двухпросветный катетер с баллоном, который при раздувании окклюзировал аорту чуть выше устьев коронарных артерий. При этом через другое отверстие катетера в аорту ниже окклюзии и выше артального клапана водилось контрастное вещество. То есть тем самым контрастное вещество должно было попадать в устье коронарных артерий. При этом был необходим общий наркоз, а катетер водили через плечевую артерию. Это тоже достаточно сложная, громоздкая процедура, и она, конечно, тоже не имела особого продолжения. Джин Синис автором добавил к этой методике остановку сердца путем введения ацетилхолина, либо повышение барахиального давления с целью улучшения визуализации коронарной артерии. Но это вы сами тоже понимаете, что достаточно травматичная процедура. Белман с коллегами внедрили практику катетер, дизайн которого позволял лучше перфузировать коронарные артерии контрастным веществом. Этот катетер имел боковые отверстия и форму петли. Боковые отверстия для того, чтобы через него выпускать, если можно так сказать, контрастное вещество. Отверстия были ориентированы на устье коронарных артерий. Однако следует отметить, что ни один из описанных выше методов не был направлен на селективное контрастирование коронарных артерий. Тем самым не давал оптимальной визуализации коронарной артерии на всем протяжении. К тому же некоторые из этих методик были достаточно сложными и небезопасными, громоздкими, так как были связаны с остановкой сердца, окклюзией аорты и так далее. Если в эксперименте еще это можно было все делать и проводить, и, можно сказать, экспериментировать, то, конечно, на людях это было недопустимо. В 1958 году Мейсон Солнц приступил к разработке метода селективной коронарографии у животных, используя при этом электронный усилитель изображения, оптическое усиление и высокоскоростную киносъемку. То есть все то, что сегодня имеется у нас на вооружении. Неизвестно, сколько времени понадобилось бы экспериментам на животных, прежде чем метод был бы внедрен в клиническую практику, если бы не помог случай. Очень интересный случай, но на самом деле можно считать вот этот случай началом селективной коронарографии у людей. Этот случай произошел с Солнцем и его коллегами, что ускорило внедрение метода у пациентов. При выполнении плановой аортографии у больного с болезнью артального клапана, кончик катетера проник случайно, залетел, если можно так сказать, вы знаете, это бывает, случайно в устье правой коронарной артерии, в результате чего в артерию попало 40 мл контрастного вещества. Хотя при этом произошла остановка сердца через асисталию, потому что слишком большое количество контрастного вещества было введено в коронарную артерию, сердечная деятельность была легко восстановлена через покашливание пациента, и все завершилось благополучно. Это и послужило поводом для создания Солнцем и Шири катетеров для селективной катетеризации коронарных артерий. Вот вы видите Джаткинса и Солнца, это вот два человека, которые внесли огромный вклад в изучение коронарных артерий человека, и не только изучение коронарных артерий, но и дали как бы старт тому, что начались лечебные процедуры на этих сосудах. Таким образом, можно говорить, что вот с этого началась эра селективной коронарографии у людей. Дальше Ричетти и Абрамс, вдобавок к этому, разработали и внедрили в клиническую практику чрезкожную пункционную технику для селективной коронарографии. Это было в 1962 году, а Мелвин и Кур Франдлац в 1967 году разработали катетеры, дистальные концы которых были смоделированы таким образом, что, можно сказать, сами находили устья левой и правой коронарной артерии, должен вам сказать, что этот дизайн сохраняется до сегодняшнего дня. Настолько это было удачным и прогрессивным действом. Ну, сейчас мы перейдем несколько кратко к истории становления и внедрения в клиническую практику лечебных процедур эндоваскулярных. Известно, что катетеризация сосудов и катетеризация сердца разрабатывалась с целью введения через них лекарств и получения образцов крови. Следовательно, тогда не думали об использовании катетеров для проведения каких-либо эндоваскулярных процедур. И лишь в 1950 году Рубео Альварец и Лайман Лейсон впервые заявили, что катетерный метод может быть использован для лечения легочных стенозов. Пока шла речь только о легочных стенозах. В клинической практике лечебная катетеризация была впервые реализована Уильям Рашкиндом, который выполнил успешную процедуру улучшения легочного кровотока за счет создания вновь или расширения уже существующего дефекта межприцельной перегородки, используя специальный баллон. То есть он снимал давление, высокое давление с этим тем самым. С этого момента баллонная атриосептотомия получила широкое применение в лечении врожденных пороков сердца. Принцип баллонного катетера был использован также для эмболектомии. Такие же баллонные катетеры использовались для теста окклюзии легочной артерии с целью предоперационного изучения функций легких. Этот же принцип был заложен Латегола и РАН при разработке так называемых self-guiding катетер, то есть самонаправляющиеся катетеры для катетеризации сердца и легочной артерии. Они использовали эти катетеры на собаках. В дальнейшем Сван и Ганс адаптировали эту методику для быстрого и безопасного мониторирования давления наполнения левого желудочка и определения сердечного выброса. И вот кто среди вас постарше, наверное, еще помнит, сейчас это не так широко используется, потому что есть более легкие и более точные методы изучения сердечного выброса и других параметров. Но тогда, лет еще 15-20 назад, от катетеры Сванганца использовали широко и при кардиохирургических операциях, и при еще других лечебно-диагностических процедурах. Катетеры Сванганца получили широкое распространение также для измерения и динамического наблюдения за давлением заклинивания в легочной артерии. Первый опыт использования двойного зонтика для закрытия дефектов, опубликованный Кинг и Майлз в 1976 году, не привлек к себе особого внимания. Но существенный прогресс в этом направлении произошел, когда Рашкин де Куазо в 1979 году предложили свой вариант устройства двойного зонтика для закрытия открытого артериального протока. Это устройство было признано успешным также для закрытия аортолегочных коллатералей, аортолегочного окна и патологических венозных сообщений. В дальнейшем предложенный Кламстелл двойной зонтик позволил расширить список процедур закрытия дефектов, пополнив его процедурами закрытия дефектов межпредсердных и межелудочных перегородок, как у детей, так и у взрослых. Список пополнился еще процедурами транскатетерного закрытия клапанных и пароклапанных свечей этими устройствами. В настоящее время на рынке имеется множество устройств для успешного закрытия разных дефектов и патологических сообщений в сердце, с использованием устройств, в основу которых заложен вышеописанный принцип. Важное направление катетерного лечения атеросклеротического поражения сосудов открылось после предложенного Дотером и Джаткинс в 1964 году метода расширения просвета сосуда, то есть ангиопластики, при тромбоатероме с использованием разного диаметра коаксиальных катетеров. Тромбоатероме – это тоже истонизирующее атеросклеротическое изменение. Портсман и Зайтлер в 1970 году использовали это для периферических поражений сосудов. Однако революционными можно назвать те модификации инноваций, которые привнес в это дело Андреас Грюнцик. Это известнейший сегодня ушедший из жизни исследователь и врач Андреас Грюнцик. История очень интересная. Он родился и жил в Германской демократической республике. Потом ему так захотелось продолжить дальнейшую свою трудовую и вообще жизнь в Германии другой. Он покинул ГДР, ушел в Западную Германию, но в итоге Западная Германия ему тоже не очень нравилась. Имеется в виду, видно, его именно научные исследования, научная работа, которую он проводил. В итоге оказался в Соединенных Штатах уже известным исследователем, известным клиницистом. Он, об этом еще будем говорить, но просто я хочу его историю рассказать. Это обратная сторона, обратная сторона медали, как говорится. Он очень разбогател, у него был свой собственный самолет, на котором он летал. И, к сожалению, он погиб молодым человеком в авиационной катастрофе, когда сам управлял самолетом. Но это, так говорится, лирическое отклонение, а вот что касается его деятельности, мы сейчас будем говорить. Он разработал цилиндрический, тонкостенный, относительно упругий баллон для периферической ангиопластики. Баллон был вмонтирован в двухпросветный катетер с устройством для нагнетания под высоким давлением жидкости в баллон. Несколькими годами позже он сконструировал миниатеризированный баллон на катетере с двумя просветами для использования в коронарных артериях. С этого момента началась эра чрезкожной транслюминальной баллонной ангиопластики, о чем мы будем подробно говорить еще и в следующих лекциях. И это является, конечно, самым важным направлением сегодня в лечении коронарной болезни человека. Но как бы ни менялась эндоваскулярная хирургия, как бы прогресс в ней ни наступал, существуют определенные правила, которых следует придерживаться. И это вот я вам рекомендую. Правда, среди вас немного эндоваскулярных хирургов, и тем не менее, ну, во-первых, может быть, кто-то и поменяет свою, можно сказать, ориентацию, станет эндоваскулярным хирургом, но это надо помнить всем, кто занимается сердечно-сосудистой патологией, лечебными процедурами. Первое. Нежелательно лабораторию катетеризации превращать в многоцелевую. К примеру, если в клинике преобладают пациенты сердечно-сосудистыми заболеваниями, то следует лабораторию нацеливать только на обследование, лечение такого рода больных. Мы все это нарушаем, конечно, мы, занимаясь, вот тот же наш центр, мы занимаемся в основном сердцем и сосудами, и тем не менее, мы, конечно, занимаемся и периферическими сосудами, мы занимаемся и почечными, и прохиоцефальными сосудами, хотя, конечно, основные наши усилия направлены на сердце. Но вот сердце и сосуды еще может быть, но выходить за эти рамки, наверное, уже не стоит, потому что специализация должна быть очень и очень высокая, и сразу специализироваться, ну, конечно, есть такие люди каталантливые, которые могут в разных направлениях, но для этого обязательно, правда, это еще не совсем не везде это есть, но для этого надо вводить лицензирование, и только после того, как эндоваскулярный специалист получит лицензию на выполнение таких-то, таких-то процедур, он может выполнять эти процедуры, а так он должен заниматься только тем, что является его основным видом деятельности. Второе. Катетеризационная лаборатория должна выполнять в год как минимум 500 катетеризаций у взрослых или 300 у детей. Это немножко даже, может быть, устаревшие данные, но они не потеряли свою актуальность, потому что в среднем, я не уверен, что очень много есть отделений катетеризации, рентгенхирургических отделений, где больше 500 процедур выполняется. А это же должно быть повсеместно, поэтому вот это стандарт, который распространяется на все подразделения, а не на ведущие, лидирующие подразделения в стране или регионе. И третье. В год минимум 250 катетеризаций у взрослых и 150 у детей должен выполнять каждый врач, работающий в катетеризационной лаборатории. Процедуры ангиопластики должны быть не менее 75 в год у каждого кардиолога или 100 электрофизиологических исследований специалистов, занимающихся этой проблемой. Но я вам должен сказать, что 100 электрофизиологических исследований – это очень много, потому что вы сами, наверное, знаете, что эти исследования длятся очень долго, поэтому это достаточно высокий показатель, но вот такие требования существуют, это международный стандарт. Крайне важным и нерешенным у нас в стране является вопрос администрирования, то есть управления всем процессом деятельности катетеризационной лаборатории. Важным условием успешного управления этим процессом является разумное и гармоничное сотрудничество технического менеджерского состава с медицинским персоналом. Но я вам должен сказать, что, наверное, вот первая часть, это менеджерский состав, для нас даже, может быть, звучит слишком, даже, можно сказать, дико, потому что мало где имеется полноценное менеджерское обслуживание катетеризационных лабораторий, да и вообще, наверное, каких-либо медицинских подразделений. А на Западе этому уделяется большое внимание и отводится большое внимание. Если в отношении медицинского персонала, вот я сейчас о чем и говорил, медицинского персонала, его качество и количество в России проблема худо-бедно решается в последние годы, менеджеров от медицины у нас практически нет. Более того, они не учтены в штатах больницы. Нет должности менеджера или технического директора, или технического руководителя этой службы. Между тем, врачи, которым сегодня поручается вся эта работа, порой практически не готовы к этому, в силу отсутствия времени, а также, что более важно, отсутствия должных знаний, должной подготовки в этом направлении. И вот это я говорю потому, что вот вы должны тоже у себя на месте тоже решать эти вопросы, потому что без хороших менеджеров, технического персонала очень трудно будет развивать полноценно это направление. Крайне важным остается вопрос о необходимости наличия в больнице, имеющей эндоваскулярную службу, хирургической поддержки. Известно, что в настоящее время большинство процедур, как диагностических, так и лечебных, не требуют так называемой готовой операционной. Сегодня при большинстве осложнений, возникающих при эндоваскулярных процедурах, достаточно просто можно обойтись без хирургической помощи. И тем не менее, есть целый ряд ситуаций, при которых наличие хирургической помощи необходимо. Это касается как кардиохирургической, так и ангиохирургической помощи. Ну, к примеру, травма сосуда в области пункции или по ее ходу, перфорация коронарной артерии, острая окклюзия коронарной артерии, процессы процедуры на ней, при условии, что эндоваскулярно ее реканализировать не удалось и так далее. Сегодня к этому добавилось эндоваскулярное протезирование клапанов. Следовательно, одним из важных условий при организации эндоваскулярной службы больницы должно быть наличие в ней отделения сердечно-сосудистой хирургии. Я вам должен сказать, что есть целый ряд, я думаю, и у вас, может быть, есть так, и у нас, и в Москве это есть целый ряд подразделений, целый ряд больниц, где нет полноценной кардиоваскулярной хирургии, и в то же время развивается вот это направление. Я считаю, что это все-таки ущербная практика. Это все равно немножечко не то, потому что обычно, как правило, делается как? Вот эти учреждения договариваются с близлежащими кардиоваскулярными хирургическими учреждениями, и как бы, если возникает какая-то ситуация, переводят больного туда. Но жизнь уже показала и практика, что это, как правило, неполноценно, и, как правило, больные страдают, в том числе и происходит их гибель во время перевозки, транспортировки и так далее. Поэтому, конечно, всегда надо стремиться к тому, чтобы в этих учреждениях, где есть рентгеноваскулярная хирургия, обязательно существовала полноценная, высокого качества кардиоваскулярная хирургия. И, тем не менее, количество больниц с катетализационными лабораториями без хирургической поддержки растет с геометрической прогрессией, о чем я говорил. И это заставляет разрабатывать для них исключительные условия и правила обследования и лечения больных. Одним из главных неформальных условий для таких клиник является территориальная близость к ним больницы сердечно-сосудистой хирургии, хотя я говорил и об ущербности этого. В случае возникших осложнений должны быть гарантии, что эта клиника беспрекословно примет ургентного больного для оказания ему помощи в полном объеме. Конечно, это не является гарантией успешного завершения такой помощи, так как теряется достаточно много времени на организацию другой стороной. Помимо этого, определенное время, безусловно, уйдет на организацию доставки необходимой крови, должной группы и должного количества. В клинике также должны быть все условия для стабилизации гемодинамики до оказания пациенту необходимой специальной помощи. Это включает в себя наличие аппарата для внутриортальной конкульсации, устройства для эмболизации сосудов и так далее и тому подобное. Это позволит врачам выполнять в полном объеме процедуры, как диагностические, так и лечебные. Следует помнить, что никогда нельзя быть уверенным в том, что та или иная процедура пройдет абсолютно гладко и наоборот. Возможности непредвиденного осложнения может возникнуть при абсолютно несложной и, можно сказать, банальной процедуре, так же, как и наоборот. Крайне сложная, почти гранича с техническим, практически невозможным, может пройти на удивление легко. 100% точного прогноза вероятности исхода исследований и лечения процедуры не существует. Это надо помнить всем. Необходимым условием нормальной работы катетеризационной лаборатории является соблюдение существующих практических рекомендаций по диагностическим и лечебным процедурам при той или иной нозологии. Если таких общепринятых и утвержденных рекомендаций не существует, то следует использовать международные рекомендации, к примеру, европейских или американских обществ. Также необходимо, чтобы в больнице или институте существовала постоянно действующая комиссия по рассмотрению сложных или спорных случаев. Считаю также целесообразным, чтобы решение о выборе метода лечения в каждом конкретном случае решалось сообща кардиологам или соответствующим специалистам в зависимости от нозологии, эндоваскулярным хирургам, кардиохирургам и анестезиологам. Вот все, что я сказал, это сегодня объединено под таким названием, по-английски это «heart team» называется, это «сердечная команда». Ну, мы можем это назвать и просто «сердечная команда». Но такая команда существует, и она вот и должна решать все вопросы важные, особенно, когда речь идет еще, например, о клапанной хирургии и таких сложных, клапанной эндоваскулярной хирургии имеется в виду, и других сложных процедурах. Важным и не имеющим однозначного ответа является вопрос о том, следует ли совмещать с процедурой диагностической и лечебной катетеризации. Возможны оба варианта, однако более предпочтительным представляется одномоментная процедура диагностики лечения, так как это и для больного меньшая психологическая нагрузка, экономия времени пребывания больной в стационаре и экономически выгодная ситуация. К примеру, ТАВИ и стентирование, закрытие ДНПП и стентирование. Я должен сказать, что мы были одними из первых в мире, которые начали делать вот эти сочетанные процедуры. И когда мы начали делать сочетанные процедуры ТАВИ, то есть это эндоваскулярное протезирование артального клапана и стентирование одномоментно, то нас, в общем-то, даже и не понимали. И когда мы в 2012 году это докладывали в Париже на ПСР, это на Большом форуме, вы знаете, то у нас было много тех людей, которые оппонировали нам и говорили, что это опасно, что это нецелесообразно, что это надо делать раздельно. Тем не менее, мы начали этим заниматься, у нас сейчас достаточно большой опыт в этом направлении, но к радости нашей я должен сказать, что многие клиники, мировые клиники и в России тоже начали заниматься этой процедурой сочетанной, и она уже не стала такой, как говорится, оказывается опасной, как это нам предвещали наши и предсказывали наши оппоненты. Разделять процедуры следует лишь в тех случаях, когда необходима подстраховка хирургической бригадой или предполагается длительная процедура множественного стентирования или сочетание нескольких лечебных процедур, к примеру, на нескольких бассейнах и так далее. Касаясь подготовки специалистов в области рентгеновоскулярных хирургий, следует воспользоваться опытом американских коллег, которые значительно раньше на нас начали подготовку специалистов в этой области медицины. Поэтому, когда мы ссылаемся на опыт американцев или на других западных специалистов, это не значит, что мы занимаемся каким-то низкопоклонством, просто у них больше опыта, у них это уже более раньше началось, поэтому мы должны использовать все то хорошее, что накоплено мировой медициной. По их стандарту подготовка специалиста рентгеновоскулярного хирурга в кардиологии и ангиологии должна продолжаться не два года, как было ранее, а три года. И мы сейчас тоже добиваемся того, чтобы и у нас так было. Общая подготовка должна занимать 24 месяца. Из них как минимум 10 месяцев должно быть отведено к клинической части, то есть работе с пациентами. От 4 до 6 месяцев стажеры должны проводить в катетеризационной лаборатории. Еще 5 месяцев обучение должно проходить в службах неинвазивного изображения. То есть имеется в виду ультразвуковая диагностика, радиоизотопная диагностика и так далее. Я вам должен сказать, что очень многие специалисты рентгеновоскулярные, к несчастью, грустно это говорить, но очень ограничены только своей специальностью и мало фамильярны и мало знают даже те нозологии, с которыми они работают, например, кардиология, ангиология и так далее. Это недопустимо. Рентгеновоскулярный хирург должен быть таким же продвинутым и в диагностике, и в консервативном лечении, и в других методах лечения того заболевания, которое лечат они эндовоскулярно. Далее, последующие 4 месяца стажеры должны изучать все, что связано с электрокардиографической диагностикой, расширивовкой ЭКГ, освоение велоэргометрии и суточного мониторирования электрокардиограммы. Оставшийся год стажер может создавать индивидуальную программу подготовки в зависимости от его интересов. Он может более углубленно осваивать те направления сердечно-сосудистой диагностики и лечения, в которых ему предстоит работать. Естественно, те специалисты, которые хотят работать в интервенционной кардиоангиологии, должны проводить этот год катетеризационной лаборатории и углубленно вникать в те или иные области этой специальности. В особенности они должны осваивать артериальный доступ, как пункцию, так и открытый доступ, так же, как должны осваивать наложение артериальных швов. Они должны изучать теоретические и практические вопросы радиационной физики, а также осваивать навыки работы с оборудованием катетеризационной лаборатории, включая физиологические параметры и преобразование давления, анализ газа в крови, получение качественного изображения и работы с усилением изображения. Особо следует отметить, что специалисты, которые планируют выполнять диагностическую катетеризацию сердца и селективную коронарангиографию, должны как минимум 12 месяцев провести в лаборатории катетеризации сердца, участвовав при этом в 300 процедурах, из них в 200 в качестве первого, то есть главного оператора. Желательным условием в рекомендациях американских директивных органов прописано на четвертый год подготовки стажер должен принять участие как минимум в 125 процедурах коронарной агиопластики, из них в 75 как первый оператор. Необходимо помнить, что правильно принятое решение о выполнении катетеризации сердца и в особенности о времени ее выполнения – залог успешного лечения. В частности, при остро возникшей сердечной недостаточности, в особенности, если в ее основе лежит коронарная недостаточность в результате острой окклюзии коронарной артерии, нежелательно тратить время на медикаментозные лечебные мероприятия по восстановлению нарушенного кровообращения сердца в блоке интенсивной терапии. Правильнее, как можно срочно направить больного в катетеризационную лабораторию для выполнения селективной коронарной агиографии и при показаниях выполнения до становления кровотока в венечных артериях. Следует также помнить, что в этой же лаборатории значительно проще наладить внутриортальную компульсацию, ИВЛ и так далее, потому что здесь же под рукой флюороскопия и все другие необходимые устройства для неотложного оказания помощи больному. При сегодняшнем уровне развития рентгеноваскулярной хирургии в мире смерть при эндоваскулярных процедурах не должна превышать 0,2%. Частота острого инфаркта миокарда не должна превышать 0,05%. Неврологических осложнений 0,07%. Перфорации 0,03%. Правда, здесь следует сказать, что этот показатель в некоторых клиниках можно составить 0%, при условии, что не будешь выполнять попытки реконализации сосудов вовсе. Но чем чаще ты пробуешь восстановить прекращенный кровоток в сосудах, тем выше вероятность перфорации. Но, наверное, в том и заключается мастерство и опыт интервенционалиста, что взвесив все за и против, избрать наименее опасный и травматичный путь реконализации сосуда. Тогда частота перфорации и других серьезных осложнений в попытках реконализации сосуда не будет превышать 0,03%. И так должно быть. Если у вас вдруг появляются какие-то другие показатели, существенно отличающиеся, только что названных, худшую сторону, то надо остановить работу подразделения, рассмотреть и разобрать причины высокого процента осложнений и после исправления этих причин и искоренения продолжать работу. А так это недопустимо. Сосудистые осложнения. Имеется в виду осложнения, связанные с местом пункции сосудов. В особенности потребовавшие переливание крови не должны превышать 0,43%, а в целом не должны быть выше 1%. Кстати, по недостоверным пока данным, поэтому можно сказать, что тенденция к более частым сосудистым осложнениям наблюдается при прохиальном доступе. Но что касается лучевого доступа, то, конечно, здесь очень большое увлечение сегодня идет лучевым доступом, но у лучевого доступа есть как плюсы свои, так и минусы. И одним из самых больших минусов является то, что, конечно, диаметр лучевых артерий значительно уступает бедренным артериям в диаметре, а иногда при современном уровне процедур нам необходимо использовать катетеры более широкого диаметра, чтобы через них сразу проводить, скажем, два баллона, два стента и так далее. И, конечно, нам нужен более большой диаметр катетеров. Это не всегда удается при лучевом использовании доступа. Но, в принципе, каждый из доступов имеет свое и за, и против, и должен использовать каждый доступ эффективно и без осложнений. Следует выделить контингент больных и те состояния, при которых чаще можно ожидать осложнений при катетеризации, то есть выделить группы риска. Это очень важно, и на этом мы тоже немножко поговорим и остановимся. Но, конечно, вот то, что вы видите сейчас на слайде, это, конечно, такой стандарт, средний стандарт для, ну, усредненный, можно сказать, стандарт, потому что, например, вот при остром инфарте миокарда вы видите три креста риска. Но в тех клиниках, где имеется большой опыт работы с больными с острым инфарктом миокарда, я бы сказал, что эти три креста превращаются в один крест, и то маленький крест. У нас, вот, например, огромный опыт работы с больными с острым инфарктом миокарда, и практически нет разницы в осложнениях между этой группой больных и больных с хроническими формами. И, тем не менее, тем не менее, я повторяю, все-таки это контингент с повышенным риском процедуры. Пожилой возраст, старше 75 лет, здесь один крест, и это правильно, потому что возраст – это не является помехой. Другое дело его состояние, какое соматическое состояние этого больного, потому что некоторые в 45 лет в таком состоянии, что они хуже, чем 90-летние и 100-летние старики. И, тем не менее, пожилой возраст пока остается вот с одним крестом. Аневризма аорты. Аневризма аорты – три креста. Но, конечно, это рискованное исследование, когда у больного есть аневризма аорты, но той же три креста – это многовато. Но это, опять-таки, я повторяю, это усредненные данные и для тех подразделений, которые только начинают, которые имеют небольшой опыт и так далее, средний. А так, конечно, для аневризма аорты один крест вполне достаточен. А ортальный стеноз – два креста, и это может быть и правильно. Знаете почему? Потому что при аортальном стенозе очень опасно, если у больного возникает фибрилляция. Фибрилляция может возникнуть у любого больного во время коронарографии, и так далее, и процедурах. Почему? Потому что иногда катетер случайно заклинивает больше, чем надо, коронарную артерию, возникает остановка сердца и так далее, фибрилляция. И вот здесь надо помнить, что при аортальном стенозе очень трудно, особенно если это критический аортальный стеноз, очень трудно завести сердце, очень трудно восстановить сердечную деятельность, поэтому вот эти два креста абсолютно оправданы. Больные с аортальным стенозом должны очень и очень осторожно обследоваться, и прежде чем делать какие-то селективные процедуры на коронарных артериях, надо обязательно начинать, может быть, с полуселективной инъекции, чтобы посмотреть, каково густе коронарной артерии. Застойная сердечная недостаточность, ну, если, конечно, больной терминальный, то это два креста, а так, застойная сердечная недостаточность сама по себе, конечно, не является очень большим фактором риска. Сахарный диабет тоже самое. К сожалению, половина больных, которых мы обследуем и лечим, это больные с диабетом, и тем не менее они не являются для нас каким-то высоким риском. Но опять я повторяю, что это такие стандарты, которые существуют в международном сообществе. Многососудистые поражения коронарного русла 1+, ну, это, знаете, тоже, это разные совершенно бывают многососудистые поражения. Одно дело, когда у больного 4 или 5 окклюзий коронарных артерий, другое дело, когда 5 стенозов где-то в районе 75%. Это две большие разницы. Поэтому, но тем не менее, конечно, это надо иметь в виду и аккуратно проводить процедуры. Выраженная дисфункция левого желудочка. Ну, это то же самое, что и сердечно-застойная недостаточность. Мы уже об этом говорили. Нарушение мозгового кровообращения в анамнезе. Да, безусловно, но тоже это не является высоким риском, если вы аккуратно и корректно делаете исследование. Хроническая почвенная недостаточность. Здесь не столько сама процедура опасна, потому что почки как бы далеки от сердца, но опасно использование контрастного вещества, потому что если почва недостаточна, мы можем усугубить эту почвенную недостаточность. Не дай бог, при таком ситуации, когда мы использовали большое количество контраста, может возникнуть вообще необходимость диализа и так далее. Поэтому тоже очень аккуратно надо использовать контрастное вещество при почвенной недостаточности. Стеноз ствола левой коронарной артели, безусловно, это категория больных и категория больных более опасная, более сложная. И тем не менее, очень много больных со стенозом ствола мы и обследуем, и лечим, и делаем процедуры. И никак не отличается частота осложнений в этих группах больных и с другими группами. Трудно контролируемая медикаментозная артериальная гипертензия. Ну, конечно, если бы у больного давление во время процедуры 200, то это, конечно, небольшое удовольствие и для больного, и для исследователя. И тем не менее, мы их исследуем, лечим. Но это надо иметь в виду, и, конечно, хорошую примедикацию надо провести, чтобы как бы немножечко отрегулировать артериальное давление. И стабильность стенокардии – это тоже, это две большие, как говорится, разницы – нестабильные, нестабильные. Если это тяжелейший больной с выраженнейшими электрокардиограмми, с частыми приступами стенокардии, и к вам поступает практически на стол с болями – это одно дело. А просто диагноз нестабильности стенокардии без выраженной клиники – это другое. И тем не менее, да, на самом деле надо, наверное, это тоже учитывать, когда выполняете какие-то процедуры. Подготовка больного к процедуре катетеризации сердца. Согласие больного на процедуру должен получать обычный врач, который будет выполнять процедуру, или его ассистент. Это не всегда выполняется, к сожалению, и у нас в клинике, но это обязательно должно происходить, потому что больной должен встречаться с врачом, и он должен, как бы, у него должно появляться либо доверие к этому врачу, либо он должен услышать от врача те слова, которые его успокоят и вселят надежду. Естественно, должно быть оформлено документально это все. При этом следует доступно, стараясь избегать сугубо медицинских терминов, объяснить суть предстоящей процедуры. Необходимо подробно остановиться на тех возможных осложнениях, которые могут возникать при исследовании. К числу крайне серьезных осложнений относятся смерть, инсульт мозга и инфаркт миокарда. К менее грозным следует отнести повреждение сосудов, аллергическую реакцию, кровотечение, гематомы и инфекцию. Крайне важно назвать процентным выражение частоту этих осложнений, то есть показать, что эти осложнения встречаются в руках хорошо подготовленных профессионалов, крайне редко. Это в какой-то степени успокоит пациентов. Вся эта информация должна быть представлена в достаточно лаконичном и сжатом виде, не перегружая беседу ненужными деталями. Только после такой беседы больной должен определиться, дает ли он согласие на процедуру или нет. Ни в коем случае нельзя оказывать давление на пациента при принятии решения. Другое дело, надо всю притичность ситуации обрисовать больному. Если больному с тяжелейшей нестабильностью на кардии и критической такой ситуации не объяснить это, и потом больной погибнет, конечно, это будет уже недоработка врачей. По возможности следует обеспечить присутствие родственников при обсуждении процедуры и при принятии решения пациентам. Такой подход, как правило, способствует, если можно так сказать, сотрудничеству врача и пациента, пониманию пациентам необходимости процедуры и спокойному ожиданию ее результатов. Существует много заповедей и правил, которых надо придерживаться при катетализации сердца. Но одно очень запоминающееся, которым надо руководствоваться всегда, никогда не следует подходить к процедуре, как к обыденной ситуации, рутинной операции. Надо помнить, что любая процедура представляет потенциальную угрозу жизни больного, к ней надо относиться со всей серьезностью и вниманием, как если бы каждый пациент является вашим близким родственником. Вот это должно быть вашим кредо, это должны помнить всегда, когда вы имеете дело с больным на операционном столе. Учитывая, что в катетализационной лаборатории имеются опасные радиационные нагрузки, необходимо создание максимальной безопасности для персонала и больных. Поскольку радиационное излучение нельзя увидеть, услышать или ощутить, нередко со стороны персонала отмечается некоторая недооценка, игнорирование к мерам безопасности. Стандарты радиационной защиты включают четыре основных принципа. Первое. Чем меньше время экспозиции, тем меньше вероятность воздействия поглощенной энергии на организм. Это первое. Нет такого уровня, то есть дозы ионизирующей радиации, которую можно было бы считать абсолютно безопасным и допустимым. Любая доза, любое облучение – это минус для организма, и это опасность. Поэтому это всегда надо помнить. Третье. Радиационная экспозиция имеет свойство накопления в организме, и феномен вымывания отсутствует или почти отсутствует. Правда, говорят, что, например, красное вино вымывает лучше, ибо даже было принято среди и западных, и среди наших тоже, наверное, даже и без других причин прием некоторого количества алкоголя. Но вот красное вино говорят, что помогает, но тоже в тех количествах, которые допустимы для нормального человека. И четвертое. Персонал лаборатории катетализации сердца добровольно согласился на работу в условиях радиационной нагрузки. И тем не менее, надо делать все необходимое для сведения до минимума риска в отношении себя и других сотрудников. Надо помнить, что источником радиации прежде всего является пучок рентгеновских лучей, исходящих вверху из расположенной под столом рентгеновской трубки и проходящей через тело больного на усилителе изображения. Трубка, вы же знаете, прекрасно, что она снизу находится, стола и усилитель изображения наверху. Следствие рассеивания, потому что иногда, знаете, игнорируют нижнюю часть, и нет ни защиты нижней части, а как раз трубка-то снизу облучает человека. Поэтому это надо помнить всегда. Вследствие рассеивания этого пучка все окружающие подвергаются облучению, доза которого находится в геометрической обратной зависимости от расстояния источника. При установке трубки под косым углом рассеивание радиации увеличивается. Поэтому всегда надо помнить и не злоупотреблять разными проекциями, в которых трубка находится в косых и крайних проекциях. Чем больше угол, тем большим становится и рассеивание. Для уменьшения рассеивания следует использовать акриловые щиты и прикрепленные к столу свинцовые фартуки, о чем я уже говорил, особенно в нижней части. Доза облучения при флюороскопии составляет примерно 1,5 от дозы кине-ангиографии. То есть вы понимаете, да? Кине-ангиография – это когда вы снимаете какой-то кадр, а флюороскопия – это когда вы просто делаете скопию и смотрите изображение. Поскольку в последнее время расширилось применение кине-ангиографии для сложных процедур катетеризации, увеличилась и доза облучения, и это следует учитывать при процедурах, требующих длительных внутрисердечных манипуляций, таких как ангиопластика, вальвовопластика или электрофизиологическое исследование. В каждой лаборатории должна быть принята собственная политика радиационной безопасности, и она должна основываться на следующих принципиальных позициях. Это тоже очень важно. Первое – рутинное, постоянное мониторирование доз облучения персонала. Второе – постоянное обучение персонала мерам радиационной безопасности. Третье – должна существовать программа по ознакомлению персонала с рисками, связанными с облучением. Четвертое – непременное выполнение требований о ношении защитной одежды всеми сотрудниками. И, наконец, процедуры по проверке безопасности всего оборудования, выходящая доза рентгеновского излучения, целостность свинцовых фартуков, что очень важно, и это очень многие не делают, и свинцовые фартуки годами так и существуют, не без проверки. Они имеют свойство трескаться, рваться внутри, и они не видны даже снаружи, и поэтому надо под контрольной флюороскопией все это делать. Щитков на щитовидку – очень тоже важный момент. Одна доза облучения 200 рад может спровоцировать развитие катаракты у человека. Персонал, подвергающийся воздействию излучения, должен ежедневно носить защитные очки из стекла со свинцовым эквивалентом 0,5-0,75 мм. Стекла со свинцовым эквивалентом 0,5 мм обеспечивают защиту в 4 раза больше, чем обычные стекла, а фотохромные стекла в 2 раза больше. Пластиковые линзы не защищают глаза от радиации. Все сотрудники, находящиеся в лаборатории катетеризации, должны носить нагрудные радиационные датчики. Для обеспечения точности замеров каждый человек должен постоянно носить один и тот же датчик. Их никогда не следует оставлять на столе или прикреплять к свинцовому фартуку в местах, где существует вероятность излучения. Когда датчики не используются, их следует хранить вдали от мест потенциального излучения. В конце каждого месяца датчики собирают и отправляют на анализ. В ежемесячном отчете по облучению указывается доза, полученная каждым сотрудникам за истекший месяц. Эту информацию следует вывешивать в лаборатории, чтобы каждый сотрудник мог следить за дозой, которую он получил. Отчеты ежемесячно проверяются руководителем лаборатории и представителем службы безопасности клиники, которого, к сожалению, которых нет у нас в большинстве клиник. Хотя до настоящего времени нет известного порога дозы облучения, на основании которого можно было бы определить специфические риски, Национальный комитет по защите от радиации за мерами США указывает, что за три месяца нельзя допускать получение дозы выше 3 РЭМ. Единицы радиации. Рентген. Это первая единица. Мера ионизирующего излучения, поступившего в конкретную точку, экспозиционная доза. Одна рентгенограмма грудной клетки дает 3-5 микрорентген. Радъединица. Измерение поглощенной дозы радиации на единицу массы ткани. Размер поглощенной дозы при данном времени экспозиции зависит от типа ткани. Для мягких тканей 1 рентген – это 4 РАД. Для костей 1 рентген – это 4 РАД, то есть поглощается больше. РЭМ – рентгеновский эпивалент человека – используется для выражения влияния данной экспозиции на биологический организм. Для рентгеновского излучения 1 РАД равен 1 РЭМ. Возможные пути ограничения экспозиции – это очень важно, и это должны помнить все, и не только помнить, но и использовать в своей работе каждодневной. Первое. Ношение свинцовых фартуков, желательно запахивающихся толщиной 0,5 мм и более, обеспечивает 80% защиту. Ограничение продолжительности флюороскопии или кинеангиографии. При том же времени кинеангиографии экспозиция гораздо больше. Использование коллиматоров, сокращение расстояния между источниками рентгеновского излучения и больным, то есть и трубка, и ЭОП должны быть очень тесно соприкасаться с больным. По возможности максимальное увеличение расстояния между источниками рентгеновского излучения со стороны, врачом и ассистентом из другой. Технические условия. Это максимальное ограничение количества миллиампер на киловольт при сохранении адекватности изображения. Использование более медленной прокрутки и хорошая предварительная настройка ангиографического оборудования. При угловых проекциях доза радиации почти удваивается. Я об этом уже говорил. Максимально старайтесь это не использовать, если нет необходимости получения необходимой информации, нужной, которую только в этой проекции можно получить. Удержание, увеличение изображения на максимально низком уровне. Использование дополнительной защиты. Щиток на шее, очки и щиты на столе. Свинцовый фартук должен содержать прокладку из свинца толщиной 0,5 мм. При правильном уходе фартук может прослужить несколько лет. Однако свинцовая прокладка может потрескаться или сломаться. Обычно это связано с неаккуратным хранением и обращением. После работы фартуки его следует помещать на специальную вешалку или стеллаж. Неоднократное перекидывание фартука через спинку или каталку может повредить свинцовую прокладку. С целью обнаружения дефектов фартука, по меньшей мере раз в год, его надо просматривать с помощью флюороскопии. Следует вести учет состояния каждого фартука. Для этого фартуки должны быть каким-то образом помечены. Учитывая, что оператор не всегда обращен лицом к пучку рентгеновского излучения, а может поворачиваться к нему боком или спиной, фартуки должны запахиваться, оборачиваться вокруг тела. Они должны быть достаточно длинными, чтобы закрывать нижние конечности до колен, а желательно и ниже. Целесообразно заказывать фартуки для индивидуального изготовления по конкретным размерам. Во избежание смятия фартуков, которые приводят к повреждению свинцевой прокладки, их надо вешать, избегая их деформаций. Все эти рекомендации очень важны, уважаемые коллеги, потому что от них зависит ваше здоровье. Если в молодом возрасте вы этого не замечаете, то потом уже со временем все это будет выходить наружу. И я знаю много инвалидизированных наших коллег, которые довольно серьезно мучились уже в пожилом возрасте. И вот именно из-за тех осложнений, которые дает наша специальность. Ввиду особенной восприимчивости щитовидной железы к ионизирующему излучению, во время работы в катетеризационной лаборатории следует защищать шею свинцовым щитком. Эти ошейники также надо хранить аккуратно и периодически проверять под флюорографическим контролем. Помимо формальных, можно сказать, юридических требований к врачам, работающим в катетеризационной лаборатории в отношении их подготовки и специализации, у руководителя должно быть четкое и ясное понимание показаний, ограничений, осложнений, а также медицинского значения информации, получаемой при катетеризации сердца и ангиографии. Это предполагает понимание патофизиологии и гемодинамики болезней, а также возможность правильной интерпретации самых разных вариантов. Врачи должны иметь базовый инструктаж по радиационной безопасности, по использованию флюороскопии и по рентгенологической анатомии. Врач должен владеть методикой катетеризации и правой, и левого сердца, эндомиокардиальной биопсией, перикардиоцентеза, селективной коронарографией и левой витриклофией, так же, как ангиографией других магистральных сосудов. Врач должен уметь обращаться с приборами для наблюдения за физиологическими параметрами, измерения давления анализаторов газа в крови, усилителей изображений и прочего рентгеновского оборудования. Это не просто слова, уважаемые коллеги, это все должно быть на самом деле. И вот это, вот я уже об этом говорил, что вот это уже более новое веяние, то есть создание такого хард-тима. И внедрение в клиническую практику рентгеновоскулярного лечения клапанных пороков и других структурных заболеваний сердца, к примеру, закрытие ДМПП или ДМЖП, которые традиционно были в компетенции кардиохирургов, повлекло за собой необходимость принятия консолидированного мнения по меньшей мере кардиологов, кардиохирургов, рентгеновоскулярных хирургов для решения вопроса о выборе метода лечения у отдельно взятого больного. Таким образом, вот хард-тим, это не обходято... Это что такое? Да, это вот я сказал о хард-тиме, и это должно быть внедрено в каждую клинику, где занимаются рентгеновоскулярными методами лечения. Вы знаете, я вот вкратце вам рассказал все, что я считал нужным, и если у вас возникнут какие-то вопросы, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, которые вы бы хотели осветить и получить от нас какую-то информацию, то вы нам, вот у вас, наверное, уже контакт с Ниной Владимировной есть, вы присылайте записки, что бы вы еще хотели. Сейчас я думаю, что на этом мы закончим. Почему? Потому что у вас еще должна быть возможность перерыва, чтобы вы отдохнули, и потом у вас вторая лекция. Но обязательно на все ваши письма, на все ваши вопросы мы ответим. Следующая лекция обязательно. А сейчас я с вами прощаюсь, и разрешите на этом завершить первую нашу лекцию. И желаю вам удачи, желаю, чтобы у вас все было так, чтобы и вы были счастливы, и ваши больные были бы счастливы. До свидания. Спасибо большое. На здоровье.